вот мы на нашем пруду сегодня 12 августа 15 года и вот это выносить перепелили выносить из глубины 2 метра это ров такой вот выносить шурки такие сергей пупков вернулся из миссионерской поездки тут успевает еще потрудиться еще делает веревка альпийская очень крепкая крепкая вот они заломили там за привязали на берегу володя пащенко тащит этот вот поддерживайте чтобы она не опрокинулась но все она на берегу на берегу дальше они и покатили уже свободно здесь за ту не заносить за прежнюю да может быть я скинете вниз нет ну она уйдет наверно он там в глубине шурки которые скатили вот она застряла вот они где там глубина тут метр четыре с половиной на той стороны плотины вот они привязали веревку вот она и веревка идиот я сверху вам наверное так нельзя тень-то вдвоем его крутить нельзя он огромный такой молодая его в сторонку маленько дождаться когда люди будут я вам не советую поднимать его маленьком сторонку туда дальше спихните чтобы вам не мешал еще один раз переверните его пусть лежит его надо волоком просто не переворачивать а тащить веревка я вам не поднять у человека еще четыре надо давайте попробуем нет не поднять даже пробовать не надо мужа пробовали шара пробили со сколько времени сережа ты непослушный но нужны то никакой не там у вас работы хватает одну единственную положить эту на сторонку оттолкните появятся люди еще человека два мужчины 23 ну гляди какая огромная это тоже центра полтора всего пусть лежит но вот это вообще пока ее не взять она в объеме это больше метра по диаметру отдохните сядьте сколько уже вон там еще оттуда заметил труженик покоя не давайте вот это которая здесь это пень потому что вот в этом месте будем возводить дамбу для слива вот эту дамбу мы тут развернем идет вода весной уходит она здесь уходит а тут пень вот вы воротила и что поднимлись я думал боброва нора нету оказалось что нету еще кто уберете то тогда она пойдет молоде эта машина с топором может вам пилу взять да отпилить володя какой там будет он ждать пилу вот городскому жителю это покажи своими силами не обращается никакой там за что платят 7000 кажется дерево убрать мы их убрали здесь только 75 было вот как труженик сельского хозяйства он все умеет городской еще пытается высмеивать сельского жителя вот они на гору тянут такой вырубил теперь держит володя тянет смотри ой почти почти вырвался он мимо пошел бы на тебя посередке надо держать и сверху то легче видишь володя не допускай чтобы брат наш пострадал забывай этот брат нынче где был у баренца моря там ноги вымыли так вот эту-то сбросьте она не нужно вот эту скиньте ее через нее кидать и эту толкай она не нужна они хорошие добросай хороших какие но хорошие так еще где колоть будешь то так ну где колоть в каком месте на хоть здесь без раз но тогда убираем вместе дальше вот у нас к той билдера пилу пилу эту стечку давай сюда вот это место дальше убирайте это место свободное тут прям рядом можете ложить эти как православные христиане все с бородами все с поясами все застегнуты не как масоны скажут какое это имеет отношение ну кому то вообще ничего не имеют он давно уже штрих от получил 666 прославляет еще спрашивать если не которым все имеет значение они берега оберегаются не прикасайся написано зачем же не прикасайся значит мы на этом и ловимся думаю это не важно это не важно вот а дальше идут склады игоря барабаша зерном наши виден батюшкин дом вот он где-то а храм за складом тут его не видно показать можем вот этот лежит бревно его тут не сумели убрать но оказалось мы изменили план думали по стоку воды вот здесь сделать вот какой длинный он метров 30 слив но оказалось брать землю тут трудновато далековато решили дамбу повернуть влево вдоль пруда дамбу а это все так останется но это пока наши разговоры без пока не пришел трактор бульдозер он придет тогда тут с ним поговорим он решит а за без него тут еще ничего нет прочного ничего все пока отошел вот мы находимся на плотине эти павшие деревья они дают вот так вот поставить первоначальный шифер и володя рубит непрерывно целый день рубит деревья под водой потом рукой пощупает дальше опять пошел а потом веревками мы вчетвером вытаскиваем в воде все это солнце падает так какие-то железяки старые тут вы все еще выжимают рукава сапогах вода везде целый день и вот это вот отсюда вот видно мы показываем какой пруд павшие деревья а только зимой застынет когда пилить уже по льду ну и как-то прорубать и вытаскивать все вручную никакой техники нету вот он берет сечка покажи какая сечка это ломик а ломик а а где то пор приваренный умело и он там под водой пытаются перерубить о поверни ее вот она как для ты я не найду теперь маша шаги вот она какая идет вот эта сечка там ну-ка по ней еще попробовать там уже держит она ну сучки то там по низом в воде с той стороны или как зайди еще руку задел артаж обо что вот это шмагнулся у нас они а по об этом об сучок ну понимаешь нет и с такой силой ударил шкуру все снес целая ну слава тебе господи я всегда говорю в рукавичках работая раз рукавичках надень рукавицы хоть мокрый хоть какая-то на это самортизирует как шуток отвернулся рукавички уже скинули но удобнее без рукависта где они у тебя закидал ну закидали теперь ветками то сейчас веревками тащили деревья наполовину вытащили дальше отпилили потом снова пила он сучок то торчит из воды то но я об него руку то и со всей силы бряком не можем дождаться бульдозера звонят звонят откладывается дня на день сейчас свободно а так ну давай сюда веревку давай большую вот она никита поскоряя веревку подавал оде веревка альпинистская толстая ну-ка покажи какая-то ко мне поближе приблизь веревку что видно было вот я его беру в руки вот она видно какой палец и какая веревка между пальцами с очень толстая крепкая веревка и и виде троса на машинах даем машины вытаскивать и вот сейчас цепляет и потащит сережа где он сергей иди помогай так я отхожу мне надо вылезти как-то бы не знаю вылезу нет давайте вытаскивайте я все равно бесполезный вам вот туда тащить туда вниз спуститься вон туда по прямой сначала отломить ее туда в сторону но потом как всегда начнут раз-два-вязи 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 тяжелая она ее не вытащить володя она наверное огромное просто дерево попытаться как-то ее оставить таком виде повернуть лишь бы она не мешала ему шифер там поставить не мешает вы не мешает отцепить тогда будет возможность какая может трос когда будет работать бульдозер на трос взять и кое-что оторвать я мою то засыпать вот я мы сегодня рухнул не какие-то брюки раза на пополам разорвались это я зубилом шифер рублю пополам вот ну сколько он сантиметров по 60 получается и володя весь берег выставляет этим шифером внутри прорубает канавку и туда вставляет вот он у шифер лежит вот у меня тут мой инструмент молоток и зубило вот вводя тут ведет работу вон деревья даже видно как он обкладывает чтобы бобер нигде не смог подойти а дальше как будет насыпаться земля будет уже полный полный шифер железо все закрывать я его так жалела теперь вижу он очень очень сильно вредит эти какие траншеи приходится рыть его норы разрывать вот так это небольшое ограждение вот как вдоль земля будет хочу и задержалась там ниже метров 5-7 прорва вода уже там сделала текла в кустах там внизу вот а это вот так по всему краю периметру здесь прута это другая сторона другая сторона сейчас метров 5 шириной заложили чтоб маленько земля задержал когда будет показать где внизу вон она там внизу вот видимо трудно понять много или много метра то 4 вполне а то и 5 у нас одиннадцатая августа 2015 года это не потеряется выиграет борьба шаг за внутренней миши свой крак Андрей не смог помогает нам тут все спиливать освобождает место для грейдера чтоб мог землю сюда нагружать на плотину увеличивать вон 20 гей детки и бревнышки вон нужен да вон то больше меня рост там это машина надо вторым ломиком давайте давайте а 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 не а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 На, Владимир. Куда ему? Ты обойди щурки себе, покажи, сколько. Куда ему идти-то? Андрюша, ничего не получится, да? Ну, кругом обойти, я думаю, получится. Он торчит, прям он будет стоять над этим, прям над этим. Ну, выше-то мы не поднимем. Срезвычайно высоко. Погляди. Может быть, до лопнутого дошла бы. Вокруг-то, снизу откуда-нибудь начать и до вверху. Откуда тут песок-то, интересно? Это земля? Это опилки. Это опилки. Может быть, как-то уберется. Она прямо стоит на центре у нас этого водосбороса. Поглядите. О-о-о. Какое-тое, как у него. О-о-о. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Чтобы воду всю задержать. Вода возить будет один слив. Посмотри, какой слив. Видишь, как все убираем мусор. Потому что мусор это маленькая, даже, скажем, микроскопическая, но щель для воды. А вода все размывает. Вот сюда можете посмотреть. А перешагите, чтобы потом могли сказать, а мы были на той стороне. Это вот конец. Вот вода как вымывает. Это все нам надо завалить землей и сделать вот в этом месте примерно, где у него идет второй слив, чтобы вода шла. А оттуда она погонит сюда. Дальше там храпива ходить. Выкашивали, но опять все. И вот мы ждем сегодня, если будет буддозер. 32 тысячи только запустят его. Чтобы привезли. Он работает по часам. Каждый час полторы тысячи. Хватит. В день по работам приняты пенсии. Месячных. Ну, видите, как пытались наши задержать. Ну, а что задержать-то? Она выходит в другом месте. А если там задержать подмет, а слива нет, она прогнет воду все, все, все. Вода. Все простребаем. Смотри, как мы сейчас. Здесь задерживается земля. Смотри, сколько здесь идет. День, какая работа проделана? Вот это, в которой деревья упали, но туда как ты полезешь сейчас? А как застынет, тогда можно будет выпиливать, выдавливать. А что останется, тогда уже весной, когда тепло будет, нырять, ее уже там активно. Теперь глянь туда. Какая красота открывается. А здесь вот эта все мелочь-то уберется, там дорога будет видна, и оттуда видно будет. Если рыба будет, тряски не будет, а то чистое озеро будет. Вот на этом озере я купался и тонуть стал. У меня один вытащил. Тина была, как на то, ноги запутались. А я уже большой был, наверное, лет шесть. Плавал-то хорошо, но нахлебался. Гляжу, пью воду, а вижу, не выпить. Многовато. В корчине был Коля Серебенников, наш сосед. И он был рядом. Он меня, он даже не понял. Я считал, журнал «Вокруг света», парнишка один. Я, говорит, купался. Ну, а гусей много, и там помет, и все было-то. И я запутался в тени и начал тонуть. Никто даже не заметил, что я тону. Но передо мной мелькнула вся моя жизнь. А в то время, когда писали, советская власть была с Богом, как сегодня демократы не заигрывали. Бога нет, и все. Я, говорит, какой маленький был, как мама была. Вот все-все-все припомнил. В одно мгновение пролетело все передо мной. Это и гуси этот помет, который я хлебнул, говорит. Я, говорит, когда выкарапался-то, на берегу лежу, и, понимаете, еще не заметили. А товарищи мои-то даже ничего не заметили. Ну, может, лет 12 было. Вон, смерть, перед смертью вся жизнь в обратном порядке раскручивается от того момента до рождения. Так что нам всем принадлежит еще фильм многосерийный. Притом на огромной скорости прокрученный и уже не скажешь, что памяти не было. Все вспомнишь, как было, как не слушался, как говорил, как увлекался миром. Сатана представит полный счет. У него видео работает много лет уже. на всех от Адама. Люди думают, я изобрел видео, вчерашний день покажу, а Сатана показывает позавчерашний. А у Бога еще раньше, от сотворения мира и все показано. Так что только разумей. Ну, раз вы пришли сюда, я попрошу помолиться с нами, чтобы Бог нас благословил. Вы юные, не обремененные нашими грехами, быть может, чтобы Бог услышал нас. А ты надеешь, чтобы рукава были закрыты? Нет у тебя ничего? Ну, ладно. Боже, милостью, будь мне грешным, создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня грешным и помилуй. Отец наш Небесный, мы благодарим тебя за великие милости твои, за мирное время, за жизнь, дарованную здесь в тишине. Мы слышим, как погибают люди в авариях, несчастные случаи разбиваются, гремят взрывы и выстрелы, а нас ты хранишь в удивительной тишине и мире. Научи нас сценить это. Господи, мы просим о больных, парализованного Сергея, укрепи Александру, Александру, Галину, Неонилу, Всех болящих, утешь твоим присутствием, слепых, которые не видят этой красоты, а обрадуй твоим присутствием. Помоги нам восстановить эту плотину, дай нам силу, средства, добрых людей, помощников. И не ради прихоти человеческих просим, но чтобы прославить твое святое имя, ибо ты достоин этого восхваления. И вот нам помогали Владимир и Евгений инструментом, пилами. Воздай им добром, и Андрея, трудящегося здесь. Благослови Виктора, и Анну, и Никиту с ними, и возвратись миром. Благослови это место, наполни ее теми, кто хочет служить тебе, любят уставы твои, законы твои. Слава тебе за голговскую жертву, за страдания, за кровь твою причистую. Здесь жили некогда люди, они грешили и не знали тебя, и ты рассеял их по всему лицу земли, и снова начал населять все Иерусалим в свое время. Да будет с нами так, как было при Нееме и Ездре, чтобы были ревнители о славе твоей, чтобы не было связи с этим миром. Хвала тебе, честь тебе, поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Божий наш, Ты благословил нас. Услыши нашу молитву воздьяния рук, прими как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Боже, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, кто заповедал нам молиться о них. Благослови патриарха, епископов, священников и пасту, даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духом Святым. Господи, если угодно, чтобы здесь был патриарх, благослови, расположи сердце митрополита Сергия к этому. Тебе слава, аллилуйя, наш любящий Бог и Его, авва, отче, аминь. Богослава. Хорошая экскурсия? Ну давайте там батюшке помогайте, они дрова складывают у него. А мы начнем скорее там. Дед Свободя, забирайте все, сегодня мы сюда не придем больше. Сережа, помоги ему все забрать.